Сегодня в ходе работы 10-й межрегиональной конференции планируется подписание более 20 документов. Общая стоимость всех подписываемых контрактов превышает 1,2 миллиарда долларов по 20 документам и особую значимость символизирует документ на 2,3 миллиарда долларов по строительству угольной станции в Джалабадской области. Хочу подчеркнуть, что подписание этих документов была проведена большая работа. Со всеми сторонами были отработаны не просто общие тексты документов. Они касались непосредственно места расположения, привлечения инвестиций, конкретной реализации. Могут привести пример соглашения о реализации проекта по строительству рыбных хозяйств. Оно заключено с одним из крупнейших трейдеров Российской Федерации, но при этом оно предусматривает не просто поставки продукции, а уже открытие производства на территории Кыргызской республики. Также проекты были заключены в области создания совместного сборочного производства полувагонов на базе Кыргыз-Тимир-Джулу. Строительство солнечной станции в Исокольской области. Уже подписано непосредственно инвестиционное соглашение, и компания в ближайшее время приступит к реализации этого проекта. В проработку взяты документы по строительству еще солнечной станции в Баткенской области, ветровой станции в Исокольской области. Как вы видите, спектр подписываемых документов, он охватывает практически все направления и сектора промышленной кооперации и служит укреплением двусторонних торгово-экономических отношений между Кыргызской республикой и Российской Федерацией. Практика проведения подобных инвестиционных форумов и межрегионных конференций для фонда не нова. Мы с 2021 года возобновили ежегодный формат проведения инвестиционных форумов. Ежегодно количество участников и объем подписываемых документов на этих площадках увеличивается. Если в прошлом году мы подписывали документы на 500 миллионов долларов, то сегодня вы видите уже объем подписываемых документов. Самостоятельно отрадно, что сегодня в работе конференции принимает участие более 600 человек, из которых более 200 представителей крупного российского бизнеса, представителей регионов. Участвуют три губернатора и более 10 руководителей делегаций других субъектов Российской Федерации. С Кыргызской стороны участвуют все полномочные представители президента Кыргызской республики. Мы надеемся, что формат делового общения и формат взаимодействия между кыргызскими деловыми кругами, кыргызскими регионами и российскими регионами послужит укреплению двухсторонних региональных связей и уже регионы на своем уровне смогут развивать и наращивать объем торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран. Продолжение следует...